Итак, мы продолжаем с вами изучение Торы, Пророков и Писаний, и в нашем цикле библейских исследований мы уже подходим к концу книги «Бытие». Последняя недельная глава этой книги называется «Воихи». 47 глава, 28 текст говорит о том, что жил Яков в земле египетской 17 лет «И было дней Якова, вот почему Воихи, и было дней Якова годов жизни его 147 лет». Обычно, когда Моисей пишет вот таким вот образом, мы можем уже предположить, что дни Якова близятся к концу. Вот почему Яков призывает Иосифа «Приведи мне своих двоих сыновей». И 13 текст 48 главы описывает, что делает Иосиф. «И взял Иосиф обоих Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Монасию в левую руку свою против правой руки Израиля, и подвел к нему». Сцена очень похожа. Ситуация сходится. Явно болезнь глаз к старости была генетической. Явно Иосиф повторяет что-то, Яков повторяет что-то от своего отца Исаака. И опять, когда зрение у него притупляется, он желает благословить, как когда-то желал благословить Исаак, отец его. И проблема лицеприятия снова определенным образом всплывает здесь, но в несколько видоизмененном виде, видоизмененной форме. Итак, Иосиф подводит все правильно. Монасия является его старшим сыном. Монасия – это надежда Иосифа. Но Израиль, 14 текст, «простирает правую руку свою и кладет на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую – на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенцем, и благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред Которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, и да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Что делает Иосиф? Он фактически этим благословлением усыновляет детей Иосифа. Точно так же должно было произойти, если бы сын Иуды, Онан, выполнил бы свой долг, родившийся бы от этого брака ливератного Онана и Фомари, сын должен был быть усыновлен Иудой и стать наследником. В этом, как говорится, семейная юридическая логика. Но в данном случае Иосиф жив. Но Яков, столько времени, переживая его смерть, фактически пытается скомпенсировать это и фактически дать своему сыну возлюбленному Иосифу двойное наследство. Он фактически усыновляет его двоих сыновей, превращая из двенадцати колен в тринадцать. Так оно и было. Хотя все равно мы знаем, что двенадцать колен у Израиля. Хотя де-факто тринадцать. Это связано прежде всего с библейским символизмом. Число двенадцать является числом Завета. В Библии многие увлекаются нумерологией. И об этом, конечно, можно много говорить, насколько это верно или неверно. Но есть два фундаментальных числа, которые присутствуют в Библии. Это число три и число четыре. Три является числом Бога. Четыре является числом творения, ибо четыре угла у земли, четыре ветра у неба. В общем, это во всех ближневосточных культурах. Хотя земной шар, он-то, в общем-то, круглый, его можно разбить и на шесть частей, но четыре принято. Поэтому двенадцать – это произведение числа Божьего и числа творения. И всегда функционирует, как завет. Сначала двенадцать колен израилевых, хотя Иаков сделал тринадцать, но все равно двенадцать. А потом и двенадцать апостолов. Хотя их тоже получается чуть больше, когда Матфия берут на место ушедшего Иуда из кариота, потом же все-таки добавляется Павел, но все равно апостолов двенадцать. В этом есть определенный красивый символизм. Таким образом, Бог цементирует для себя народ, с которым будет позже заключен завет. И поэтому очень часто заключительные главы книги Бытия, особенно когда Яков здесь говорит о каждом из своих сыновей, многие комментаторы их воспринимают как пророческие и пытаются как-то разобраться в каком-то особом пророческом смысле. Но Яков здесь не все пророчествует. Кое-что из того, что он делает, является отражением его личных внутренних переживаний. Так изменение рук Ефрем младший получает право быть первенцем Иосифа. Так даже как Монасия становится вторым. Насколько знал Яков детей Иосифа, нам очень мало об этом вообще сказано в Священном Писании. Но то, что Яков делает, является отражением его собственной проблемы, его собственной боли. Когда он желал, страстно желал, чтобы его отец сделал вот так на перекрест. И поэтому он ломает институт первенства. Все, что дальше происходит в 49-й главе, это фактически бунт Иакова против системы, которая существовала доселе. И может быть в этом бунте есть что-то такое здравое. Не всякий рожденный первым подготовлен взять и наследовать дело отца. Да, на Ближнем Востоке так принято. Первенец должен, но Исаф, будучи первенцем, не смог и не желал этого делать. Яков, конечно же, в своем роде оказался жертвой существующих законов. И в этом действии, когда Он переменяет это благословение, Он играет роль вот этой жертвы определенным таким вот образом. В нем вот эта психология, вот этот менталитет, он есть. Мы видим, что это как раз себя не оправдало. пророчески, если вы посмотрите особенно в книге Исаии, в книге Амоса, в книге Озии, в книге Еремии, Езекииля, Ефрему дается постоянный упрек. Почему? Потому что Ефрем это из северных колен Израиля самое крупное колено, самое большое. Да, Яков как бы может быть своим благословением действительно дал такой толчок численному благословению. Но пророки все показывают, что ты Ефрем, на которого так много надежд было возложено, ты Ефрем эти надежды вообще не оправдываешь. Поэтому и остальное, что здесь написано, оно является правдой. Но насколько это действительно может быть пророчеством, здесь нужно внимательно смотреть. О каждом здесь, скорее всего, не пророчество, а характеристики каждого из сыновей Иакова. И правда. Рувим 3 стих 49 главы Первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Да, он старший сын, но он первенец. Его все слушаются. Именно благодаря Рувиму Иосифа не убили, а просто посадили в яму. В этом есть его роль. Но дальше Яков вспоминает, «Но ты бушевал как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Понимаете, что происходит? Фактически в своем последнем завещании Яков лишает Рувима права первенства. Вспоминает он о Симеоне и Олевии, братья орудия жестокости мечи их. В предыдущей недельной главе мы говорили с вами о том, как Симеон и Левий сыграли свою роль в том, что обетования, которые Бог давал Аврааму, не были выполнены гладко и мирно, хотя это было возможно. И Яков здесь это очень хорошо понимает. Очень хорошо он это здесь подчеркивается. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали железу тельца. Проклят гнев их, ибо жесток и ярость их ибо свирепо разделю их в Якове и рассею их в Израиле. А других сыновьях тоже даются их характеристики такой красивой поэтической форме. почему эти слова не могут быть сто процентов пророческими? Прежде всего потому, что в предыдущих наших главах мы поднимали вопрос предопределения, который очень сложный. Пророк Езекииль однозначно говорит в своей восемнадцатой главе, что сын не отвечает за грехи отца. Точно так же, как и отец может быть невиновен в грехах сына. Да, эти сыновья Якова были родоначальниками больших кланов в Израиле. Их потомки расселились по всему Израилю. И мы знаем, что в 722 году до нашей эры десять колен прекратили существование. И четвертая книга Царств, семнадцатая глава очень подробно описывает о том, что эти колена делали. Однако, тем не менее, то там, то здесь мы видим разных людей, представителей этих колен, которые проявляют себя с совершенно другой точки зрения. Нам известно, была женщина из колена Асирова по имени Анна, которая, увидев младенца Иисуса в храме в Евангелии от Луки, первая объявила о том, что он Мессия, Спаситель мира. Поэтому, мы видим здесь определенное трение между общей тенденцией, которая может быть в каком-то народе или племени и отдельными людьми, которые выбирают путь к Богу, самостоятельно принимая решения, независимо от того, кому они принадлежат. И книга Бытия, она здесь именно и показывает, что важен вот этот выбор. Пророческие слова Якова, пожалуй, относятся к Иуде. Восьмой текст и ниже мы читаем это пророчество. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законедатель чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Такая поэтическая форма может быть не совсем понятны нам сегодня все эти образы и нет возможности их истолковать, но интересно, что это пророческие слова воспринимаются независимо от вероисповедания всеми одинаково. известный иудейский комментатор средневековый, написавший комментарий на всю Библию и на пятикнижье в особенности Рави Соломон сын Исаака его сокращенно называют Раши однозначно пишет вот это слово примиритель которое переводится в синодальном его не знают до конца значения это собственное имя его называют Шайло или Шило по-еврейски что это такое мы не знаем этимологии этого слова но Раши однозначно пишет речь идет о Мессии и он не был единственным средневековым раввином который понимал эти вещи очень правильно потому что и те мудрецы которые рекомендуют нам для чтения Гафтару из третьей книги царств второй главы подбирали этот текст очень специфический Господа Бога твоего, ходя путями Его, соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как писано было в законе Моисеевым, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратиться. Чтобы Господь исполнил слово твое, свое не, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут соблюдать и наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной поистине от всего сердца, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Естественно, мы знаем, что Давид был царем из колена Иудиного. Не отойдет скипетр от Иуды. Давид эти слова понимал по отношению к себе и к своему правлению. И, будучи, естественно, прообразом Мессии Израилева, заповедует Соломону держаться у становлений Божих. Но как и Давид, так и Соломон находятся уже во гробе многие года. А тот, кто в действительности жив, находится сейчас на небе. Соломон, сын Давидова, лев из колена Иудина, как нам об этом записано в книге «Откровение», пятая глава, которую мы рекомендуем вам вместе с Торой Иго второй. Единственный, кто может снять печати с книги со свитка. В древности за семью печатями запечатался свиток, в котором содержалась опись имущества человека, которого продавали в рабство. Только лишь тот, у кого было достаточно средств, выкупить этого человека мог, заплатив, открыть эти семь печатей. Только лев из колена Иудина мог это сделать. Истинный Мессия, сын Давидов, примиритель, о котором говорит нам последняя недельная глава, завершающая книгу бытия. Субтитры создавал DimaTorzok